Самый канун Нового года был произведен разведывательный выход в район Черкес-Кременского опорного пункта, в районе артиллерийского дота номер 63. Перед самым сворачиванием лагеря, уже поисковых работ, нашли небольшое углубление окопа, типа окопа, очень напоминающий окоп. Начали раскапывать и наткнулись на останки. Из-за плохой погоды поисковики смогли вернуться, чтобы поднять останки красноармейца только через два месяца. Рядом лежали личные вещи – пряжка, портсигар, мундштук, увеличительное стекло и, что самое главное, солдатский медальон. Медальоны были сняты с довольствия в конце 1942 года, с довольствия Красной Армии были сняты. То есть они уже не поступали в войска, и поэтому использовали те, которые были, или гильзы. Для нашего отряда, вообще для нашего движения найти бойца с медальоном, с читаемым – это вершина поиска, потому что мы поисковики нашли и определили. Это очень важная находка, потому что это имя человека. Во-вторых, я еще раз убеждаюсь, насколько такие моменты объединяют совершенно разных людей. Вот медальон очень тяжело читаемый. Обратились в копипринт-центр, ребята мгновенно откликнулись, и они располагают прекрасными программами компьютерными. Они сразу вычитали весь текст, чего мы сами бы не смогли сделать. Это был Василий Алексеевич Сазонов. По информации из Объединенной базы данных «Мемориал» поисковики установили, что он родился в 1906 году в селе Воскресенское Вологодской области. Последнее место службы – 263-я стрелковая дивизия. Погиб в апреле 1944 года в ходе освобождения Севастополя. Не совпало только место захоронения – братское кладбище на Дергачах. Вернуть имя погибшему солдату – редкая удача. Еще реже получается найти родственников. Всего в одном случае из десяти. В поиски родственников мы обратились к губернатору Вологодской области, тоже через его сайт, через интернет-письмо, и мгновенно пришел ответ. Он дал поручение своим работникам в поиске родственников. Бойцу было 46 лет. Указано в донесении его жена. Значит, вполне возможно, что у него были дети, значит, есть сейчас внуки. Я думаю, что мы найдем кого-то, и люди или приедут на захоронение в мае, или заберут останки.